А за снег? И за снег. На той неделе уплачено. Это под Новый год? Так кто за прошлогодний снег? А за этот? Ребята, всем привет. Я бы хотел поблагодарить наше государство, что все-таки начали обращать внимание на нас. Я имею ввиду на тех, кто кое-как где-то пытается выжить и не требует никакой милости от этого государства нашего. Но обратили внимание в каком плане? Чтобы мы платили налоги. Вот у нас в Казахстане активное население экономическое это 10 миллионов примерно. Оказывается, одна треть это около 3 миллионов. Это самозанятые, которые вообще нигде никак не зарегистрированы. Они выживают, как могут. Выкраивают где-то как-то на кусочек хлеба, чтобы не умереть с голоду. И вот государство сейчас поставило такую цель и задачу обложить нас налогами. Это медицинское страхование, индивидуальный налог. Бюджет, видимо, недополучает. У нас он бедный. Государство у нас бедное. У нас нефть то ли кончилась, газ кончился, ископаемых у нас то ли нет. Весь этот золотой поток, который идет из-за буград продажи наших ископаемых, куда-то перенаправился, видимо, мимо бюджета. И поэтому наш бюджет не дособирает. Скудный стал. Кого? На кого? Кто же может его похолнить? А давайте на бомжей, бичей обратим внимание. На тех, кто кое-как выживает. На тех, кто там на рынке тачки толкает и пытается прокормить свою кое-как семью. И тут даже условия создаются. Вот, например, в 2020 году, через два года уже, будет введен обязательное медицинское социальное страхование. В общем, мы должны будем оплачивать из своих средств ежемесячно за эту страховку. Это около 5% от минимальной заработной платы. Ну, это сейчас составляет где-то полторы тысячи тенге. Если мы не будем платить за эту страховку, нам не будут оказывать медицинских услуг. В общем, либо плати, либо не болей. Как-то так. И вот такой подход. Это те условия, которые государство создает, чтобы мы выходили из тени и что-то как-то все-таки заносили в бюджет. Хотя, если честно, что заносить? Мы же выживаем. Мы не требуем никакой милости от нашей власти, государства. Не стоим на паперти, не просим. С другой стороны, нашего мнения власть тоже как-то и не учитывает. Особенно, когда выборы проходят. Мы ходим, голосуем, а наши голоса почему-то не так перераспределяются, как мы этого хотим. Почему-то там один нуратан сидит. Но если вы нас, можно сказать, игнорируете, почему мы должны быть как бы в поле государства, да? Если так выражаться, да? Правильно ведь? с другой стороны, я понимаю, что налог платить надо. Налог это плата за цилизацию. Потому что, если не будешь платить, на чем будет содержаться весь чиновничий аппарат, армия, медицина, образование, комитет национальной безопасности? На чем это будет содержаться? Естественно, мы должны оплачивать, но за цилизацию. Я, например, не хочу оплачивать за такую цилизацию, которая ущемляет мои права гражданские, политические, право на свободу слова, право на собрания, право на митинги, которые ущемляют мое право иметь долю от продажи природных богатств Казахстана нашего, которая выборы фальсифицирует. Зачем мне такая цилизация? С другой стороны, я, как гражданин, тоже должен делать все возможное, чтобы улучшать эту ситуацию в собственной стране. И по мере возможности, конечно, мы так или иначе все равно платим налоги. Например, когда вы покупаете что-то в магазине, там НДС, налог на на добавленную стоимость, это около 12%, по-моему, или 15% сейчас, билеты, когда вы в автобусе едете, там налог везде. Каждый раз, когда вы делаете покупку, вы оплачиваете около 12% налог государству. Я не считаю вот этот налог на недвижимость, на транспортные средства, которые мы оплачиваем. И вот когда государство говорит о том, что мы самозанятые, не платим налоги, вы лукавите, еще как платим. Но я понимаю, что налог все равно это должно быть в цивилизованном русле, и должны создаваться такие условия, чтобы гражданин добровольно шел, регистрировался и оплачивал налоги. Условия должны быть и эти условия прежде всего взаимообоюдные. Ну, как-то так. У кого есть что сказать по этому поводу, оставляйте свои комментарии, будет интересно почитать. И самый главный вопрос, мы самозанятые, нас 3 миллиона, должны ли мы оплачивать налог государству или нет? Вот этот вопрос самый главный. И в особенности на фоне того, что у нас государство не бедное, оно нефтяное. Как-то так. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok